Дай почитать. Оттуда и слово «невеста», то есть неизвестное. И важнейший атрибут невесты – фата или покров, которая защищала ее от сглаза и служила оберегом от злых духов. Ведь если невеста была красавицей, они могли ее и похитить. Кстати, обручальные кольца были и в Древней Греции, и в Риме. Именно оттуда и распространились по всему свету. При этом у жениха и невесты на Руси они были разные. У жениха золотое кольцо, как знамение солнца. У невесты серебряное, как месяц. Ну вот, свадьба, невероятно затянувшееся мероприятие окончено. Но то, что ждало русских цариц дальше, совсем на сказку не похоже. Многие новоиспеченные царицы желали смерти, поэтому их тщательно защищали. Царица не разрешалась навещать своих родственников, показывать лицо незнакомцам. Видеть простых людей, родители и близкие родственники царицы переезжали во дворец. Выехать царица могла только на богомолье в монастырь в закрытой карете. Ни о каких приемах и балах и официальных церемониях речь не шла. У цариц был свой церемониальный зал, золотая царицына палата. Дворец разделен на мужскую и женскую половины, слуги в женской части, все женского пола. У царицы была и официальная работа. Во-первых, вышивание. Вещь, сделанная руками царицы, считалась одними из самых ценных подарков. Во-вторых, ей направляли жалобы дворяне. В-третьих, так повелось, что царицы отводили роль заступницы. Первой вышла за пределы терема Ирина Годунова, невестка Ивана Грозного. Жизнь при царском дворе перевернула вторая супруга Алексея Михайловича Тишайшего, будущая мать Петра I, Наталья Кирилловна Нарышкина. Вот она-то и стала жить привычной нам жизнью царицы. Еще много интересного можно прочесть в книге Надежды Адамович и Натальи Серегиной «Интимная Русь. Жизнь без домостроя. Грех, любовь и колдовство». В книге много удивительных историй про древнерусских женщин. Есть рецепты приворотных зелий и много прекрасного иллюстративного материала. И вдруг оказывается, что разница между людьми X и XXI веков не так уж и велика. 18+. Дай почитать Дай почитать Дай почитать Продолжение следует...